МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В самом сердце Европы есть одна маленькая, но сказочно богатая страна. И не только в том смысле, что процветающая, а и в том, что здесь настоящая сказка, особенно зимой. Швейцария – это рай, сказала Ее Величество, королева Великобритании Елизавета II. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Популяция – 7,782,900. Многие религины – Роман Катхолизм 41.8%, Протестантизм 35.3%. Давайте начнем. Среди самых высоких горных вершин Кантона Вале расположился курорт Саасфе. Только посмотрите на эту уникальную панораму. 13 альпийских пиков высотой более 4,000 метров Сияют на солнце словно драгоценная корона. Поэтому Саасфе по праву считается одним из самых престижных горнолыжных курортов Европы. А еще здесь вообще нет автомобилей. Движение автотранспорта на курорте строго запрещено. Это сделано ради сохранения окружающей среды. Передвигаться по городу можно только на электрокарах. Как жаль, что через телеэкран нельзя передать запахи. Какой замечательный здесь воздух. Поэтому прогулки по городку обязательно прибавят вам здоровья и оставят незабываемые воспоминания. Городок поддерживает стандарты престижного курорта. Это проявляется буквально во всем. В беззаботной неспешной атмосфере, в сказочной архитектуре деревянных домиков. Кстати, баров и ресторанов в небольшом Саасфе целых 60. Кроме того, на курорте много дискотек и ночных клубов. Если Швейцария – это рай, то Саасфе – это рай для любителей горнолыжного спорта. Курорт имеет прекрасно развитую спортивную инфраструктуру. А спуски разного уровня сложности всегда безупречны. И профессионалы, и начинающие смогут здесь в полной мере насладиться активным отдыхом. Кстати, здесь находится ледник, поэтому кататься на лыжах можно даже летом. Для приезжающих летом здесь есть 20 километров лыжных трасс. Здесь расположена самая высокая гора в Швейцарии. Ее высота – 4545 метров. А на высоте 3500 метров находится самый большой в мире панорамный ресторан. Добраться до ресторана можно в вагоне альпийского метро. Оно, кстати, также самое высокогорное в мире. Этот ресторан вращается. С его платформы открывается грандиозная панорама заснеженных альпийских вершин. Недалеко от ресторана расположен самый большой в мире ледовый павильон. Его площадь превышает 5,5 километров. Это огромный, сказочный дворец. В уникальном музее можно узнать о тайнах тысячелетнего ледника. Также вы сможете побывать в фантастическом ледовом гроте и увидеть скульптуры изо льда. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... «Ferrian Art», то есть искусство каникул. Отель расположен в самом центре курорта и по праву считается самым престижным и самым красивым в Саас-Фе. Здесь теплая и уютная атмосфера, в которой приятно провести перерыв после катания на лыжах. А ароматные сыры и тонкие валийские вина удовлетворят самый изысканный вкус. Кстати, официальный слоган Саас-Фе – «Добро пожаловать со всей семьей». Много отелей и курорта называются «Kids Hotels». Это означает, что отели приспособлены для потребностей семей с маленькими детьми. Недалеко от Саас-Фе, в долине речки Дала, раскинулся другой альпийский швейцарский курорт Лейкербад. Он является одним из самых высокогорных курортов Европы. А свойства здешней термальной воды открыли еще римляне. Сам городок довольно интересен. Почти все население Лейкербада, а это полторы тысячи человек, занято в сфере туризма. Лейкербад расположен на границе двух кантонов. Поэтому с вами с удовольствием будут общаться как на немецком, так и на французском языках. Прежде всего, мы посоветовали бы просто пройтись по его улочкам. Курорт Лейкербад открыт на протяжении всего года. Здесь есть все, что нужно для отдыха и развлечений. Здоровительные центры, мини-гольф, горные велосипеды, альпинизм, рыбалка, самки. А еще каток и керлинг, площадки для игры в сквош и, конечно же, лыжи. Туристов ждут 60 километров спусков и трасс. Это и горные трассы всех уровней сложности, и трассы для лыжных гонок. Этот городок просто идеально приспособлен для спортивного семейного оздоровительного отдыха. М Myanmar His name is How much does it cost? Can you help me, please? I'm looking for Cathedral Park Museum Музейм Church Die Kirche Exchange Office Eine Wechselstube Train Station Den Bahnhof Hospital Das Krankenhaus As in most ski resorts in Switzerland, the sun shines here almost year-round. Как и на большинстве горнолыжных курортов Швейцарии, здесь практически круглый год светит солнце. That is why in winter the resort is populated with mountain beaches. Поэтому зимой курорт наполняют горнопляжники. After alpine skiing, they like to dip into the hot thermal spray. После катания на горных лыжах, они любят окунуться в горячие термальные источники. Настоящая гордость Лейкер-Бада – это его целительная термальная вода. В здешних купальнях можно понять, что скрыто под латинской аббревиатурой SPA. Salve per aqua – здоровье благодаря воде. Every day almost 4 million liters of pure hot water rises to the surface through the granite. Каждый день почти 4 миллиона литров чистой горячей воды выходит на поверхность сквозь гранит. It flows through the private and public bathhouses of the resort. Она протекает через частные и общественные термы курорта. By the way, Løykerbad is one of the few places where the thermal water isn't warmed up. Кстати, Лейкер-Бад – это одно из немногих мест, где термальную воду не подогревают. Перед подачей в бассейн ее, наоборот, охлаждают. Это самый большой в Европе общественный центр термальных источников Бюргер-Бад. Здесь находится 10 бассейнов. Только представьте, идет снег, а вы в теплом бассейне под открытым небом. А вокруг – суровые, но удивительно прекрасные швейцарские Альпы. На этом наша передача подходит к концу. Присоединяйтесь к нам в новых выпусках программы «Фэйри Трэвеллинг». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова